наконец-то это свершилось ультимативная подборка мобильных игр все будут довольны платные бесплатные самые разные жанры и все это в кучу собрал мобильный уэс мобильный уэс принес он в руки вам чудес драксов вайфу и врунов щепотку космоса и был таков респект за это мобильный уэс короче вы поняли сегодня я такую вас мощной артиллерии из крутых мобильных игр причем большинство из них будут эксклюзивами платформы и некоторые даже платными делая эту подборку я пытался угодить всем и сразу поэтому здесь будут и платформеры и головоломки и гонки и мультиплеер и парочка мобильного triple и и ремарка напоследок формат видео может немного меняться с полноэкранного на эдакий кинотеатральный мне опять пришлось во что-то играть на эмуляторе во что-то на телефоне но ведь главное содержание так что устраивайтесь перед экраном поудобнее ставьте смартфон на зарядку с вами александр виллисов вы на стоп геймеру мы начинаем что ж стартанем с такого популярного жанра как шутер но вот беда в магазине лишь сплошные атотипные клоны кс или call of duty с battle royale поэтому я решил найти что-нибудь свежее релизнувшиеся в двадцатом году но менее заезженная и нашел shadow gun war games если говорить максимально просто то перед вами клон овервотч и это даже не пустые слова шутер сделали как подобает 5 на 5 с героями и ролями есть танки саппорты штурмовики одинокий снайпер и бегуны видимо отдельный сорт дамагеров игра очень располагает командной работе без во время брошенной хилки легко откинуться под градом пуль противника да и скоординированная атака принесет больше пользы чем обычная для мультиплеера в рассыпную со старта самый главный геймплейный минус для меня отсутствие кнопки стрельбы я уже освоил про геймерский хват я сам хочу стрелять по врагам но нет оружие открывает огонь автоматические при попадании противника в перекрестие к этому очень тяжело привыкнуть играя за героев с прожектайлами но я адаптировался и даже пару раз стал мвп а шутом по героям с ними все спорно с одной стороны да они вполне выглядят в стиле игр студии madfinger games но с другой их обилки и оружие это просто ядреная смесь знакомых нам элементов например дефолтный слейд это калька солдата 76 тоже вооружен автоматом и может активировать сама хилку с бойцом поддержки сара вообще не парились поменяли только одну буквы в имени а так это все та же фара с ракетницей правда она умеет ставить купол уинстона и швыряться лечебной банкой аны в общем аналоги можно провести для каждого персонажа wargames вот просто посмотрите на их иконки и в комментах напишите как думаете кто с кого списан кстати пул героев пока ну очень скромный всего семь голов хотя с таким копипастным подходом можно было наштамповать куда больше а вот режимов вполне хватает и тебе обычный командный бой и захваты точек с флагами даже рейтинг завезли но только открывается все включая бойцов постепенно сначала прокачайся до требуемого уровня также естественно никуда не делся battle pass до сразу видно что этот проект у нас фри-то-плейной можно побивать себе всякой косметики ну или купить в магазине но пусть вас эти мелочи не омрачают играется wargames и без скинчиков бодро можете просто попробовать а если залипнете тогда и вливайте бабло хотя лучше попридержите его ведь впереди вас ждут ну очень интересные игры вообще я долго воротил нос от игр серии асфальт они слишком много говорили а что мейнстрим на то хорошим быть не может правда но раз у нас тут подборка всех возможных жанров я решил чекнуть что из себя эти гонки представляют и был приятно удивлен так подождите вот вы кто уже строчит комментах да асфальт же говна вы сами пробовали ее запускать во-первых игра выглядит бомбически повтор гонки можно смело включать в качестве красивой заглушки или делать из него клипы во вторых тут охранительный саундтрек я обычно всегда любил музыку в рейсингах главное чтобы по драйвове было и местный ост с драйвом справляется причем тут аллилуйя трек играет нон-стоп шустрые композиции на трассе и более спокойные в меню причем здесь я даже услышал песню моей любимой кей флей однозначный респект ну и в третьих в игре очень залипательный игровой процесс ощущение будто ты играешь какой-нибудь бернаут парадайс или сплит секонд на максималках скорости запредельные на трассе тут и там раскиданы разные трамплины нитро стекла разлетается машины взрываются лавины сходят и при этом есть очень удобный режим управления для нубов называется touch drive с ним машина сама рулит по трассе а тебе остается только выбирать развилки даже макать по тормозам из окиси азота а если вы гонщик прошаренный пожалуйста можете сами управлять автомобилем наклоняя телефон в стороны только тут самому придется попадать на все трамплины и развилки и удерживаться на трассе опыт прикольный но драйва становится чуть меньше и главный минус игры я раскусил сразу здесь как и в недавно упоминавшиеся ноу-лимит все тачки открываются через чертежи поэтому готовьтесь много фармить потому что старые машины со временем неизбежно начнут упираться в лимит ранга и скорее всего временами требования к мощности тачек будут резко взлетать хотя это не приговор ведь кроме продолжительной кампании здесь есть несколько дополнительных режимов специальные события еженедельные а также сетевая игра в общем развлечься есть где поэтому я скажу асфальт 9 из для любителей платформеров у меня тоже есть мобильное золото называется игра одмор и расскажет она нам историю о викинге который хотел не воевать а просто жрать уже на этом этапе я полностью слился с персонажем и погрузился в историю по сюжету глав герой одмор хочет заслужить свое место в альгале и для этого викингу нужно как-то проявить себя перед презирающим его племенем начинается игра с того что герой наделяют волшебной силой прыгать грибами ну реально по-другому это и не опишешь а затем вся деревня одмора исчезает и он отправляется на поиски сородичей в первую очередь хочу отметить в игре потрясающую картинку если вы восхищались пейзажами в какой-нибудь рейман legends тут вас ждут не менее крышесносные виды с норвежским колоритом плюс в игре очень живые анимации как один завтра фуэса и флина не могу их не отметить но вы только посмотрите на одмора во время прыжков без касания земли а еще в игре очень приятно выглядят сюжетные вставки сделанные по принципу живого комикса геймплей здесь максимально классический одмор может бегать прыгать убивать врагов свои задницы как в олдскульных платформерах бить их мечом или щитом причем оружие по ходу прохождения можно будет менять покупая новые предметы у торговца я хотел записать совсем немного геймплея но типа платформер и в африке платформер за 15 минут все понятно будет но игра так покоряет своим стилем музыкой атмосферой что я еле от нее оторвался плюс игровой процесс так и просят вас мчаться вперед без остановки иногда буквально здесь есть соответствующие бонусные уровни и первое время игроку постоянно подкидывают новые ситуации немножко меняющие геймплей то заставляет на веревках прыгать то кабана оседлать и это очень круто на халяву вы можете пройти шесть первых уровней а за остальные всего 24 придется заплатить 279 рублей на мой взгляд для столь достойно выполненного проекта ценник максимально адекватный уж не знаю увидели разработчики ваши комментарии или просто звезды сошлись но к нам тут пришла нет из и попросил рассказать о if echoes а я и так собирался включать игру в подборку но с плашкой партнерский материал будет даже приятнее да и вам удобнее качать игру ссылка лежит сразу под роликом в описании а рассказать есть о чем вы же наверняка неоднократно натыкались на всякие безумные истории происходящих в большой версии и в событиях вечно какие-то интриги войны и забавные казусы все потому что игровой мир огромен в онлайне сидит немыслимое количество пользователей да и заняться есть чем и после моего погружения в и каус я думаю что возможности мобильной версии ив ничуть не меньше ну то есть вы поняли echoes это самая настоящая космическая ммо-песочница вы как и в большой версии игры можете стать кем угодно хоть воинам стреляющим во все что движется хоть курьером хоть добытчиком ресурсов причем опытные космонавты могут не бояться что раз эта версия мобильная то тут все будет аркадно и прямолинейно с игроком в костанчится только в базовом тутере а затем выкидут в открытое пространство с полной свободой действий я вначале шестерялся и такой хочу делать перетыкал все интерфейсные кнопки кстати они здесь очень большие но это и хорошо на смартфоне все же играем помучил помощника который готов напоминать вам про любой геймплейный элемент а затем какое-то время бороздил разные системы прежде чем научиться бурить планеты и только после этого и догадался обратиться к людям за помощью и пойти в космические баталии кстати кнопочка открывающий доступ сражением и другие миссиям тут не благодарите хотя даже эти первые полчаса беспомощного блуждания я провел с большим удовольствием игра действительно красиво выглядит совершать варп-прыжки рассматривать корабли станция стероиды планеты и просто космос одно удовольствие и конечно большой упор в игре сделано социальную составляющую при создании персонажа вы выбираете принадлежность к определенной фракции а затем можете вступать во всякие корпорации и альянсы кстати может создать в игре нашу стоп геймов скую корпорацию если хотите пишите об этом в комментах но пока можете попробовать найти в игре меня я обосновался вот на этой базе а еще отмечу что в игре есть два вида валюты обычные иски и премиум плексы но к счастью можно нафармить первых и купить за них вторых однако если вы ленивые можете потратить реальные рубли ведь на саму игру их тратить не надо и куз бесплатный проект в общем если вы когда-нибудь хотели попробовать космическую ммошку но боялись залипнуть в компьютерную еву смело загружайте мобильную if echoes и не забывайте что ссылочка для скачивания есть в описании а теперь настало время одной из приятнейших головоломок что я встречал на смартфоне называется она тайне room stories town мистери сюжет здесь довольно простой но все равно интригующий нашему герою прислал письмо отец просьбой о помощи по приезду в город мы выясняем что все его жители пропали и начинаем разбираться а что же здесь произошло куда заделся наш отец и все остальные графон в игре минималистичный но очень приятный как раз помогает глазу цепляться за важные объекты места не превращая геймплей в point and click по ходу действия мы будем попадать в самые разные места от маленьких домиков до церквей и катакомб и конечно решать кучу головоломок разработчики действительно постарались с их разнообразием при этом не скажу что они совсем какие-то хардкорные ну да пару раз вы активируете подсказку а потом поймаете вайп игры и дальше будет проще я ту и дел слышал скрип своих шестеренок в голове и каждый раз радовался тому что смог допередать очередного решения своим умом вот и получается добротная по всем фронтам игра выглядит симпатично умеренный челлендж предоставляет и за сюжетом все же следить интересно благо уже вышло три сезона тайный рум правда бесплатный доступ предоставляется только к первому но season pass отключением реклама и доступом ко второму третьему сезонам стоит какие-то жалкие 160 рублей потратить их на шоуруму или полезно для поддержания мозговой активности игру вы знаете что я выберу не живому вес не жирный и вновь отрабатываем актуальные тренды да это действительно эман ас мне кажется что далеко не все знают что игра вышла еще в 2018 году и изначально только на мобильных устройствах и тогда популярности мафия в космосе не сыскала чуть позже к ней прикрутили мультиплеер по сети и выпустили версию для пк но настоящий успех команд нас пришел только в 2020 благодаря пандемии и хайпу среди стримеров если вы живете в танке то я кратенько опишу геймплей в одной катке могут играть до 10 человек среди которых может быть несколько импостеров самозванцев обычно их двое цель членов команды корабля выполнить ряд простеньких но очень залипательных квестов и выжить а предатели должны потихоньку перебить остальных обсуждать происходящее в игре разрешается только при экстренном собрании или нахождении трупа и для меня это вторая по веселости после квестов часть игры все начинают рассказывать кто чем занимался где был и почему конкретно он не импостер а заканчивается созвон голосования во время которого одного члена экипажа могут выкинуть за борт но на смерти веселье не заканчивается даже призрака можно выполнять квесты огромный плюс мобильной версии в том что в нее например можно залипнуть все вместе во время встречи у кого-нибудь из друзей дома ведь играть в обычную мафию это прошлый век плюс между игрой для пк и смартфона есть cross play что опять же расширяет возможности до замеса с приятелями ну а проблема тут очевидно без дополнительных инструментов вроде дискорда общаться скучно да в игру встроен текстовый чат но он и близко не передаст тех эмоций которые вызывают живое обсуждение обстановки к тому же вы легко можете залететь какой-нибудь англоговорящие лобби и потратить драгоценные секунды надужно вспоминая как на забугорном сказать привет хотя я вот внимательнее покопался и нашел фильтр для чата в любом случае прикоснуться к мейнстриму да еще и задарма почему бы и да я бы советовал вам попробовать что еще делать в нашем к видном мире переходим к тяжелой артиллерии настоящая мобильная соулс лайк игра передающая атмосферу и геймплей на все сто процентов называется она паскал с вейджер сразу отмечу что это игра и последние списка по моему заслуживает полноценного обзора но у нас тут дайджест поэтому я все же буду лаконичен хотя сама игра нифига не короткая я до титров с ее названием до скрепса только минут за 40 сходу сказать о чем паскал с вейджер проблематично да здесь намного больше разных сюжетных вставок в том числе с болтающими персонажами но немало информации подается как и в классических соусах через описание предметов или неписей какой кусок лора я уловил в этом мире солнце источник света опустилась на дно океана землю покрыл черный туман сводящий людей с ума тогда на планету ступил некий колосс который выбил искру света и тем самым спас людей но внезапно колосс прихворал и наш протагонист решает найти источник болезни которая как-то связана с его бывшей женой ведьмой и знаете разобраться в этом запутанном мире реально хочется но сделать это могут не только лишь все потому что на пути к познанию лора стоит геймплей тот самый хардовый здесь есть куча самых разных врагов аналог костров возле которых будет происходить респаун и боевка ничего не растеряла два удара слабые посильнее кнопки для парирования ворота на месте я думал что играть на телефоне с таким замороченным управлением будет сложно но на деле все оказалось не так страшно удары противников легко считываются временного ворот или блок есть хотя в битве с первым боссом я еле нашел окошко для атаки смерть в этой игре наказывается не так строго как в оригинальных душах ты просто потеряешь часть расходного элемента костей и вернешься к ближайшему костру но ведь конечно же здесь есть прокачка вкидывать очки можно в четыре разные ветки а дополнительно обмазаться всякими амулетами и прочей ерундой увеличивающей ваши характеристики и еще один важный элемент играбельный персонаж у вас здесь не один от целых четыре правда full party откроется далеко не сразу решение интересное поскольку она продлевает ваш жизненный цикл да и неплохо так носит разнообразие еще не могу не отметить левел дизайн хоть масштабы тут и скромнее dark souls поплутать есть где здесь тоже присутствует многоуровневость локаций и встречаются закрытые до поры до времени двери а еще например здесь есть показатель так сказать ясности ума если ты находясь в этом проклятом мире забудешь уследить за ним то готовься поехать кукухой и сражаться с мощным призраком я до сих пор его не одолел и весь этот контент на тебя накидывают буквально в первый час полтора игры как по мне это очень достойно и вполне стоит шести сотен рублей которые разработчик просит с вас за паскал свечер а напоследок я приберег самое сладкое мобильный аналог самого главного эксклюзива nintendo switch с кучей вайфу и бесплатной речь о китайском феномене геншин импакт опять же советую вам прочитать у нас на сайте обзор игры чтобы узнать о ней все максимально детально а я попробую бегло описать вам всю ее крутость для начала очень короткий синопсис жили-были брат и сестра но однажды они повздорили с каким-то божеством которое похитило одного из родственников за второго будете играть вы герой очухивается спустя неизвестно сколько времени волшебном мире ты его от и будет потихоньку разбираться в происходящем самое главное конечно это возможности и масштабы игры это реально столь же крупный проект как и нинтендовская зельда нам придется бродить по этому миру сражаться с разнообразными врагами выполнять кучу хорошо прописанных квестов и играть за разных персонажей в этом кстати главная хитрость игры мы будем постоянно открывать новых героев и снаряжение при этом разной редкости примитивное объяснение основы гача механик за 5 секунд от уэса в игре уйма тонкостей вроде разных стихий которые надо грамотно подбирать под противника готовки еды кооперативных рейдов и прочего прочего еще раз повторюсь лучше это увидеть своими глазами чем пытаться понять всю прелесть геншин импакт в моей бегло попытки расхвалить игру за пару минут я же до сих пор не могу уместить в голове как все это может запускаться на наших смартфонах хотя конечно для высокой графики 60 феписов вам стопудово нужен будет флагман но и на середничке а геншин импакт будет вполне играбельный и мне кажется мобильный формат максимально хорошо подходит подобным играм упал на полчаса с телефона на диван залез на пару гор сплава за очередным сундучком выполнил пару заданий качнул несколько левелов и пошел дальше по своим делам и повторюсь игра бесплатная вероятно что на высоком уровне начнутся трудности подталкивающий к донатам но вы точно успеете получить десяток часов хороших эмоций да может и после этого игра не перестанет приносить удовольствие ведь разработчики собираются и дальше развивать и расширять мир геншин импакт что-то слишком насыщенный выпуск получился если уж и в нем я не открыл для вас хорошие мобильные игры то я даже не знаю что с вами не так традиционно попрошу вас поделиться в комментариях интересными играми особенно теме в которой вы залипаете прямо сейчас и закину удочку на будущее как думаете стоит ли сделать жанровую подборку гоночных игр а то я тут наткнулся в магазине на много интересных вариантов а пока я удаляюсь надо же пойти всю эту годноту берегите свои телефоны и до встречи на стоп гейм ру